Семь самых простых рецептов из тыквы в самой обычной сковороде. Проще не придумаешь. И тыкву здесь не узнать. Необычно и вкусно очень. Вам понравится, я в этом не сомневаюсь. Привет, друзья! Это Кухня наизнанку. Начну, как всегда, с самого простого рецепта. С самого простого и с самых простых. Мы называем такую тыкву «Хочу еще». Когда попробуете, поймете почему. Тыкву нарезаю на ломтики толщиной примерно 5 мм. Перекладываю в миску. Солю. И оставляю минут на 15, чтобы тыква пустила сок. Через 15 минут выкладываю кусочки тыквы на бумажное полотенце. И просушиваю. Затем обваливаю каждый кусочек в муке и на сковороду. Но я делаю проще. Муку высыпаю в пакет. Можно еще черного перца добавить. И сюда же ломтики тыквы. Перемешиваю это все в пакете. И готово. Вся тыква в муке, а кухня чистая. Выкладываю кусочки тыквы на сковороду с разогретым растительным маслом. И обжариваю с двух сторон до румяной корочки. Теперь на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Это уже вкусно. Все, кого я угощала, не могли поверить, что это обычная тыква. Я не знаю даже с чем сравнить. Ни на что не похоже. Это очень вкусно. Очень. Но еще вкуснее, если обсыпать обжаренные ломтики чесноком и зеленью. Чеснок нарезаю мелко. А теперь укроп. Можно посыпать просто чесноком или просто укропом. Но если вот так вместе, просто идеально. А еще я такую тыкву иногда подаю со сметанным соусом. Соус тоже самый простой. К сметане добавляю нарезанный укроп, чеснок через пресс. Перемешиваю. А теперь соль и любимые специи. Этот соус можно подавать к любым овощам. К сырым, жареным или запеченным. Очень люблю такой соус с курочкой или с овощными котлетками. А как вкусно с шампиньонами, которые я готовлю так же, как тыкву в муке. И их мы тоже называем хочу еще. Если вы не пробовали так готовить грибочки, я оставлю ссылочку в описании. Попробуйте. Это что-то. Но вначале попробуйте тыкву. Вам точно понравится. Для второго рецепта тыкву нарезаю толщиной около сантиметра. Вот так у меня получилось. Выкладываю кусочек тыквы на пергамент. Солю. Добавляю ароматные травы. И черный перец. Заворачиваю тыкву в пергамент, чтобы получился вот такой конвертик. Я обычно добавляю еще немного масла. Тогда аромат специй лучше раскрывается и блюдо получается вкуснее. Дальше все так же. Соль, перец и ароматные травы. Заворачиваю. Разогреваю сковороду и выкладываю в нее конвертики с тыквой. Сковороду лучше брать без антипригарного покрытия, чтобы покрытие не испортить. Идеально, если сковорода чугунная или вот такая, как у меня. Обжариваю тыкву с двух сторон по 6-7 минут примерно. И точно так же ту, которая без масла. Можно пробовать. Вот что получается. Очень нежные и ароматные кусочки тыквы, которые можно есть даже ночью. А теперь тушеная капуста с тыквой. Если не пробовали так готовить, значит я вас точно удивлю. Вкус блюда совершенно неожиданный. Тыквы не чувствуется. Но без тыквы так вкусно не получится. Я даже настаиваю, попробуйте. А когда попробуете, обязательно оставьте свой отзыв в комментариях. Даже если вы не любите тыкву, это блюдо вам понравится. Проверено на нелюбителях. Тут тоже все просто. Тыкву натираю на крупной терке. Я сегодня использую терку для моркови по-корейски. Хватит, хватит. Давай лучше я. Береги руки. Ну давай. Я не сняла, как ты натирал. Может и хорошо. Вот здесь у меня 500 граммов тыквы. В сотейнике разогреваю несколько столовых ложек растительного масла и обжариваю мелко нарезанный лук. Я взяла одну большую луковицу. Когда лук начнет подрумяниваться, отправляю в сотейник примерно 250 граммов квашеной капусты. Причем чем кислее капуста, тем вкуснее получится блюдо. Частенько я так спасаю перекисшую капусту. Добавляю немного воды. Накрываю крышкой и тушу 10-15 минут. Затем отправляю к капусте натертую тыкву. Тыкву всегда беру в 2 раза больше, чем капусты. Поверьте, много не будет. И сладко не будет. Кислота от капусты компенсирует сладость тыквы и получается идеально. Добавляю соль и черный перец. Конечно, если капуста слишком соленая, можно дополнительно не солить. Перемешиваю. Добавляю еще немного воды и тушу еще минут 10-15. Если любите мягкую капусту, тушите дольше. Но мне этого времени как раз хватает. Все, можно пробовать. Я не знаю, что тут говорить. Вкусно, необычно и вкусно. Ну, ты уже говорила, что вкусно. А я еще раз могу сказать, вкусно. Попробуйте обязательно. Осенью я очень часто готовлю такое блюдо и на обед, и на ужин. И завтраки осенью я иногда готовлю тоже с тыквой. Здесь я возьму свою любимую маленькую сковородочку. В комментариях меня часто спрашивают, где я заказываю свои сковородки. Обычно через Е-каталог. Сковородки. Здесь можно отсортировать по бренду. Можно выбрать размер, материал, покрытие и так далее. Выбираю свой регион. И ставлю вот здесь галочку, чтобы видеть только те позиции, которые в мой город мне точно доставят. Сегодня я готовлю вот в такой, такой и такой. Еще у меня есть вот такие. Здесь можно сравнить их характеристики, а можно посмотреть подробнее. Здесь список магазинов, где можно выбрать самую выгодную цену в вашем городе. А еще можно отзывы почитать и посмотреть, как менялась цена. Очень удобно. Все ссылочки я под видео оставлю. На сковороду выкладываю кусочек сливочного масла и нарезанную тыкву. На сыр похож. Хочешь сыра? Обжариваю тыкву примерно 2 минутки. И переворачиваю. Можно к тыкве добавить немного лука. Будет еще вкуснее. Но я сегодня решила не усложнять. Отправляю в сковороду яйца. Солю. И до готовности. Подаю с зеленью. Попробуйте такой вариант завтрака. То, что это тыква, сразу и не поймешь. И это вкусно. Следующий рецепт уже был на моем канале. Но я решила его сюда добавить, потому что он тоже очень простой. А результат потрясающий. Быстро, пикантно, ярко, интересно и вкусно. Если уже пробовали это блюдо, оставьте свой отзыв в комментариях. Вначале приготовлю сметанный соус. Нарезаю зелень и добавляю ее к сметане. Сюда же выдавливаю чеснок. Можно добавить чеснока чуть меньше. Но поверьте, не будет много. Теперь сюда же черный перец. И паприка. Перемешиваю. И пока отставляю. Тыкву очищаю от кожицы и удаляю семена. Нарезаю кубиками. Ну или как получается. Обжариваю кусочки тыквы на небольшом количестве растительного масла на сильном огне. До слегка золотистой корочки. У меня это занимает не более 5 минут. Добавляю соус. И перемешиваю. Тушу пару минут. Затем вливаю в сковороду немного воды. Солю. Накрываю крышкой. И тушу на медленном огне примерно 3-5 минут. Вот что должно получиться. Это и закуска, и гарнир, и вполне себе достойный ужин. Попробуйте, если еще так не готовили. И я почему-то уверена, что этот рецепт пропишется в вашем осеннем меню. Ну а теперь десерт. На сковороду кусочек сливочного масла. И тыкву. Тыкву я нарезала кубиками. Обжариваю, периодически перемешивая, до мягкости. Я обязательно к тыкве добавляю щепотку соли. Когда тыква уже практически готова, посыпаю ее молотой корицей. Еще пару минут обжариваю и снимаю с огня. Готовую тыкву выкладываю в тарелочку и поливаю медом. Можно при подаче посыпать орешками. Можно полить лимонным соком. А еще очень вкусно, с мороженым. Особенно пока тыква еще горячая. Ну и еще один десерт. Очень необычный. Я называю это блюдо мгновенные пирожки. То, что внутри тыква, можно догадаться, только если присмотреться. А с закрытыми глазами еще никто не понял, что это обычная тыква в тесте. Для теста беру одно яйцо небольшое, 3 столовых ложки молока и щепотку соли. Перемешиваю и добавляю 3 столовых ложки муки. Я добавляю не всю муку сразу, а по одной ложке. Так проще перемешивать. Вот такое должно получиться тесто, как густая сметана. Тыкву я нарезала толщиной 5-6 мм. Опускаю вначале в муку, затем в тесто и в сковороду с разогретым маслом. Готовые пирожочки выкладываю на бумажное полотенце. И также обжариваю остальные кусочки тыквы. При подаче посыпаю сахарной пудрой. Или можно медом полить. Вот как это выглядит внутри. Вот еще один кусочек. Тыква полностью готова. Как вам такие пирожочки? Напишите в комментариях, какой из этих рецептов вам захотелось приготовить прямо сейчас. А если хотите, чтобы я показала, что я готовлю из тыквы в духовке, напишите в комментариях «Хочу еще!» и я сниму для вас такое видео. Подпишитесь, если вы еще не со мной и жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ведь впереди еще много всего интересного.